привет друзья на связи клинт 8 со свежими новостями и супер тест сегодня мы поговорим о наших любимых танках бабаха теперь 5 хэви теперь 4 хэви японских и фв 40 05 британская пт 10 уровня и так вот они вышли на супер тест сегодня 30 мая а вчера выпустили wargaming эту новость и что же что же ждет какие изменения какой мерф или от кто как об этом думает кто как об этом считает этих трех прекрасных там давайте поговорим о том об орудии в основном оборудии фвшка орудие флешки меняется в том плане что у нее увеличивает немного разброс и значительно увеличивает время сведения почти практически на целую секунду вот и при этом не уменьшают ходовые параметры то есть уменьшает мощность двигателя скорость поворота шоссе теперь бабаха станет настолько крайне медленная в разгоне и неповоротливая что на ней будет некомфортно играть да плюс еще и оружие орудия точнее уменьшается показателя плюс максимальная скорость тоже уменьшается получается на 30 процентов назад уже будет ездить и немножко хуже вперед короче если раньше можно было нормально стрелять и нормально отъехать то сейчас это будет очень очень напряжно вот такие изменения касательно фв 40 05 мне кажется это крайне колоссальный нерв данного танка не знаю что думаете вы пишите в комментариях вот такие моменты дальше посмотрим на японских тяжиков японские тяжики нам по моему на мое мнение а наоборот обнули что же им сделали им обнули показатели ходовые то бишь увеличивают максимальную скорость на четыре километра в час назад и на три градуса а скорость поворота на месте и кроме всего этого еще увеличивается показатели орудия для 140 миллиметровой пушки которая бронебойная показатели пробития ну буквально немного там на на три миллиметра и на 8 снарядом увеличивает эти показатели но вот тот момент что плюс три градуса к поворотливости добавляется и плюс четыре километра час назад это здорово за это спасибо лайк по поводу фугасного орудия вот тут колоссальные изменения раньше мы имели два типа фугасных снарядов один обычный 2 голдовый первый наносил 1100 дамаги 2 1400 сейчас их меняют и первый получается наносит 900 дамаг вместо 1100 а второй переходит в разряд хэш фугасов и будет уже наносить в два раза меньше то есть не 1400 750 но при этом если так как он является хэш фугасом он будет пробивать гораздо лучше 192 миллиметра пробития хэш фугасным снарядом как это отразится как это отразится в битве с другими танками если раньше нам было ну честно говоря практически пофиг куда стрелять мы про мы не не пробиваем но колоссально наносим дамаг около там 400 плюс урона мы наносим слабешник стрелять десятым тяжем бронированным то сейчас будет интересно и нужно будет искать уязвимые точки чтобы при при возможности даже пробить его и нанести 750 урона такие тяжики как а mx 50p такие как какие у нас еще есть слабо бронированные например тот же самый кранваген они очень страдают от фугасных снарядов и их можно будет хорошенько этими хэш фугасами колбаснуть но что если мы встретим к примеру мауса или того же самого иса седьмого если раньше нам было особо неважно и мы цели из куда-то под днище и наносили хороший урон то сейчас компенсацию урона урона не понизили увеличили пробитие и вот этот круг круг разброса осколков он как бы уменьшился в два раза за счет урона но при этом увеличился за счет пробития поэтому мне кажется это компенсируется и разницы в уроне мы особо не увидим а в том плане что если мы встретим слабо бронированную машинку и будем ее пробивать уже на 190 полностью пробивать и наносить 750 урона это круто кроме этого же кроме этого же мощность двигателя увеличили ну буквально немножко хотя если у дельная мощность была 8 лошадей на тонну то сейчас она 9 лошадей на тонну и это знаете ли так значимо чувствительно будет скорость поворота шасси и разброс от движения ходовой уменьшился и от поворота ходовой в общем танк станет комфортней в игре и комфортней в стрельбе по поводу урона да уже не будет таких прям вертуханов в плане вау колоссально на пол тысячи садил но при этом будет стабильная домашка стабильная игра и хорошее пробитие могут быть хэш-фугасами так что мое мнение вот тип типа опять хэви с орудием 150 миллиметров или как правильно говорить это орудие стало лучше станет точнее в будущем как по моему вот ну и первую пушку 140 миллиметров тоже апнули и тоже апнули все остальные параметры то есть пытаются довести сбалансировать японских тяжей вывести вот на тот уровень примерно тот уровень который был ранее действительно ездили и все было в них окей а а вот мнение по поводу флешки его конкретно понерфили и так как я не успел по ним не поиграть вообще то есть меня восьмой уровень но желание и качать совсем пропадает конвей а мне хочется посмотреть но а вот флешку 40 05 на скажем отложим ее в далекий-далекий ящик вот такое мое мнение что думаете об этом вы пишите в комментариях обсудим почитаем и подумаем как же будут себя чувствовать эти сверх мощные по орудию машины в будущем рандоме с вами был кент 8 удачки следить с новостями и и будем играть все будет круто до скорых встреч